О, я вижу надпись. Разных гостей будут блогеры и IT-журналисты, и попробовать обсудить начало этого года, итоги выставки ЦС, еще раз подвести итоги 2015 года и посмотреть, с какими важными тенденциями мы пришли к 2016, обсудить самые интересные игры грядущего года, фильмы, грядущий гаджет, новинки и много-много всего другого. И общаться мы будем до тех пор, пока у нас не сядут смартфоны. Надеюсь, это произойдет не очень поздно, хотя посмотрим. Созваниваться мы будем при помощи вот этих смартфонов Honor 5X, и я попробую сделать это прямо сейчас. У меня сейчас на нем стопроцентная зарядка. Так, мои коллеги по подкасту уже соединились, я попробую к ним сейчас подключиться. Эй-гей-гей, привет, парни! Где-то здесь появится ссылка на полную многочасовую запись подкаста, которую можно посмотреть на нашем втором лайв-канале. Ну а в этом видео постараемся сделать выжимку самых интересных моментов, и мы скоро начнем. Поехали! Парни, всем с добрым утром. Чай. Давайте чокнем. Чай. Сейчас как раз можно ответить на несколько вопросов, так как мы будем вещать нон-стопом. Спрашивает человек с неразберимым ником, с очень большим, поэтому он поймет, если я озвучиваю вопрос. В одном из подкастов вы затронули тему заказа гаджетов за рубежом. Рублю плохо, можете ли подробнее рассказать об этом? Ну я так понимаю, что не о том, что с рублем плохо, а о теме заказа гаджетов за рубежом. Ну я так думаю. А что мы затрагиваем? Ну вообще говоря, кстати, часто появляются моменты, когда в России сейчас гаджеты становятся дороже, чем во всем мире. Дешевле. Ой, дешевле, чем во всем мире. И за счет того, что курс колеблется, невыгодно ставится заказ. Ну собственно, вот была новость про то, что iPhone 5s сейчас самый дешевый в мире. Да-да-да, он потому что и старых закупок, и он действительно, сколько стоит, 23 тысячи, да, я пишу. Ну что-то 26-24, вот что-то, то есть это, если переводить на доллар, это самый дешевый сейчас. Ну, короче говоря, да, сейчас не так выгодно покупать вообще девайсы за рубежом. Нет, Валер, ну не ты ерунду говоришь. Ну, такие ситуации происходят в момент, когда происходит достаточно резкий скачок стоимости валюты. А продавцы не успели еще под него адаптировать, собственно, свои цены? Или не хотят пока? Никто не говорит, что это просто будет постоянно происходить, потому что у нас самые дешевые цены. Но можно уловить момент, когда у нас дешевле. И такие моменты сейчас часто происходят, потому что курсы... Вот, а так, ну, я догадываюсь, о чем спрашивает человек, как покупать, наверное, за рубежом. Я считаю, что самый простой способ это использовать просто посредников, которые, они тоже сейчас чувствуют, что у них дела будут худо, бедно из-за курса, они сейчас предлагают очень много всяких плюшек по сервису, поэтому пользоваться ими все равно удобно. То есть я не буду тут рекламировать, но очень много сервисов посредников. Сервисы, которые типа привозят, да? Сервисы посредники ты имеешь в виду? Да, да. Ну, я лично при себе могу сказать, что я вообще ничего не заказываю. То есть при том, что я абсолютно понимаю людей, которые заказывают за рубежом, я лично вообще ничего никогда не покупал. Потому что ты ездишь за рубеж и там покупаешь. Я ничего не покупаю. Я вообще не покупаю гаджеры. Ай, шет. Дети становитесь рок-звездами, и они достанутся вам бесславных. Нет, я все, что покупаю, я покупаю в России, за исключением Pebble Time Steel, который мы с тобой заказали на Kickstarter, просто потому что мы хотели, чтобы нам быстрее... Потому что больше негде было, во-первых. А ты тогда еще такие серые барыги не привезли, нет? Нет. Когда ты заказываешь на Kickstarter, больше нигде нельзя купить в этом фишке Kickstarter. А, все, понял, понял. И просто отгрузки тем, кто задонатил на Kickstarter, они начинаются на два месяца раньше, чем продажи розничные. Поэтому... И цена дешевле, кстати. Ну да, немножко. Поэтому если для тебя два месяца критично, то есть смысл. Ну вот, а во всех остальных случаях я покупаю все у нас, и вообще не вижу проблем. То есть я готов переплачивать за то, чтобы не ждать два месяца, или не ходить на почту, не демороиться с этими клеточками и так далее. Мне едут накладки на PlayStation 4. Ой, я тоже все хочу себе заказать, и я не закажу. Сюда накладочку. Сюда, сюда. А, сюда? Не, вот на эти. На соски. Я понял, на курки? На соски. На соски, хорошо. Курки вот. Они у меня просто еще не стерлись. Они у меня не стерлись, поэтому мне пока не нужно. Вот, и я заказал себе себе, возможно. И вот третья вещь, накладки на соски заранее, пока не стерлись. Неплохо. Давайте, собственно, подождите. Давайте вы расскажете про Honor, вот про то, с чего вы сейчас, собственно, транслируете, что за смартфон, потому что, я так понимаю, в продаже-то нет еще до сих пор, или как? По-моему, вот-вот они должны запустить продажу, я только не знаю. Идея в том, что мы ездили же вместе с Huawei в пресс-тур в Китай, в Шэньчжэнь, город. И у нас оттуда был ролик, собственно, про то, как устроен кампус, и про то, как устроен завод. Нас водили на завод. Да, мы видели, как все это делается. Понимаете, прийтили, да. Есть подозрение, что это была, конечно, образцом показательная линия такая идеальная. Слушай, ну, она была похожа на правду. Я внимательно вглядывался в каждую деталь. Валер, а одно дорогого не исключает. Ну, согласен. Мне можно собирать реальные смартфоны, просто мы не знаем, как выглядят другие линии. Ты думаешь, там везде люди просто такие все делают, все на кокетку? Да, ну, да, тут 40 китайцев там на... Отвертку. Вместо одного, как бы, такого станка. Это дешевле, это нормально. Валер, ручная сборка, камон. Я помню, я сидел на Ютубе, и что-то он мне показывает, там, рекомендованные видео, не знаю почему. А, ну, наверное, как раз это был ролик с завода Huawei, и там рядом рекомендованные видео. Типа, эксклюзивные видео с завода BMW. Я думаю, вы такого еще не видели. Я думаю, нифига себе, наверное, сейчас открою, и там, как в матрице, такие роботы, роботы собирают роботов, которые собирают роботов, которые собирают машины. И такой кликают, и там просто такие толстые немцы ходят от одного стола к другому. Берут отвертку, начинают что-то закручивать. Потом передают другому толстому немцу. Он тоже берет, смотрит. Все медленно, медленно. Какая-то капка. Так все вяло, смотрит на свет. Берет опять какой-то болт. Короче, я офигел. Вот, поэтому, как бы, ручная сборка, ничего плохого в этом нет. После того, как мы сходили на завод, мы посмотрели, как там собирают Mate 8, да, по-моему? Да, 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 с кругленьким вот этим Touch ID тоже. И после этого к нам подошла, ну, когда-то после посещения кампуса, к нам подошла наш руководитель пресс-тура. И сказал, так, чуваки, у меня теперь есть Honor 5X, разбирайте на обзоры. И там такая сумка у нее, и у нее там 40 этих смартфонов. Я не знаю, где ей выдали, там, на заводе или где-то в офис. Вот во время производства вот в такую штуку упаковывают специальный телефон. И решил посмотреть, продается ли он в России просто. И вот на официальном сайте, кстати, онлайн-магазин Huawei, тут он не продается еще пока. Но есть Honor 4X, Honor 7 есть. А в Яндекс.Маркете, в принципе, его можно уже найти. Привет. Да. Так, ну что, давайте процесс все-таки. Да. Раз ты там был, Паш, давай начни. Как тебе вообще в этом году выставка и что больше всего запомнилось? Там можно 5 или 6 основных трендов наметить, но они, в принципе, очень похожи на тренды прошлых лет. Нет ничего сверхъестественного нового, но это уже просто представляет целыми индустриями. Условно говоря, это интернет вещей, это новый вид виртуальной реальности, это носимая электроника, это умные с вычислительными мощными средствами внутри машины и так далее. Ну, то есть мы все это видели, но сейчас это просто показывает дроны. Слушайте, вот, если вы помните, южное огромное крыло наполовину было заполнено дронов. Пол крыла конвеншн-центра дронов просто. А пол крыла дроны, пол крыла пауэрбанки, да, как обычно? Нет. Дрон, я так понимаю, это реально была очень важная часть выставки, чуть ли не ключевая. Нет, там же был представлен дрон-такси, который, может, ты в него садишься, и он тебя везет куда надо. Ну, его нужно было найти, где он там представлен. Просто еще раз говорю, южное крыло наполовину было заполнено дронами, а наполовину оно было заполнено устройством виртуальной реальности. Это же. А если так много компаний кинулось производить, они же, наверное, понимают, для чего они это делают. Ну, наверное, не только для людей, которые, не только для частных южеров, которые хотят просто запускать что-то сверху, поснимать один раз в жизни, там, на летних каникулях. Ты знаешь, очень много, самые заметные дроны, самые большие, и понятно, что они для групп людей, так скажем, скорее. Но это все-таки съемки или наблюдение какое-то очевидно, потому что, ну, они весьма грузоподъемные, с ними нужно достаточно серьезно возиться, потому что они же теперь регистрируются во всех странах мира, и в Америке, и у нас. Ну, то есть, это некое средство производства. Давайте загругляться потихонечку с ЦЕС. Паш, может, что какие-то у тебя есть важные, так сказать, моменты? Важные, не знаю. Я увидел первый, значит, телефон на новом процессоре Qualcomm. Это уже красавчик. Это ЛТВ, который? ЛТВ, да. Значит, это просто очередная железная лопатка, в которой внутри стоит 820 Pro. Ничего про нее сказать невозможно, кроме одного. Они похвастались, что там, внутри, первое применение их нового биометрического сервера, сенсора, собственно говоря, Qualcomm. Когда Qualcomm показывал этот ультразвуковой сенсор, он отличается тем, что как бы ни был грязен или мокрый ваш палец, он все равно срабатывает. Потому что в воде или в жидкостях ультразвук распространяется даже лучше, чем по воздуху. А, по-моему, там еще нужно было, чтобы... Не обязательно площадка, чтобы он мог прямо в экран, да, встраиваться туда. Он может находиться под стекляшкой. Это совершенно точно, потому что стекло нормально проводит ультразвук. Ну, в общем, я тут же на стенде Qualcomm схватил эту штуку, выпущил бутылку воды, начал все поливать. И как только это все увидели, девушка Qualcomm-овская так тихонько, зайдя мне за спину, стащила у меня этот телефон. Выяснилось, что, в общем, сенсор этот ультразвуковой не работает. Ну, то есть непонятно, то ли китайцы скриворукие, то ли Qualcomm что-то недопилил, либо они не успели просто сделать, и демонстрационные образцы первые, значит, с обычными, им косными сенсорами, а уж написали-то они, первый ультразвуковой саунд, буль-буль-буль-буль-буль. Ну, в общем, не знаю я, что я с этим знанием делал, все равно никто этого лето-вэ здесь не увидит. Если вам пользователь сейчас включил трансляцию, он бы понял, что Паша пришел на стенд, и китайская девушка намокла, и было бы неловко. Ну, хорошо, ладно, пусть. Один Паша ушел, другой пришел. Никакого подкаста без Паши, меня же слышно, да? Да, тебя слышно, привет, это Павел Пивоваров, ведущий подкаста «Не занесли». Он без видео, да, он без видео будет. Я могу поменять аватар, нет, не могу. Когда мы узнали, что вы к нам присоединитесь, ну, точнее, кто-то из вас или оба, я думал, ну, наконец, я посмотрю на этих людей. Вот эти наглые лица. Все очень легко, ты заходишь на YouTube, находишь там Каноба, там есть два видео с Игромирой, это единственные места, где мы полили щи. А я думал, ты заходишь на YouTube, открываешь свой канал и видишь бесстужие, и все, вот так. Нет, я об этом не подумал, да, кстати, можно же было так под колой. Ух, я дурак. Как фото начинается в игровой индустрии, расскажи нам. Ох, очень-очень сонно на самом деле, практически ничего пока не происходит. Вот вышел Assassin's Creed Chronicles, который двухмерный. А это который вышел? Индия вышла, нет? Да, это который Индия, мы вот ждем Россию уже ближе к сентябрю. А там Россия будет какого времени? Они... Там вот все было так, там он украл у Николы Тесла, там что-то там было. А, Тунгусский метеорит, это был какой-то артефакт древних, и в общем, очень интересный комикс, поэтому всем советую поискать. Это как Том Брайдер с Бабой Ягой, в общем. Что типа... Вышла эта штука, вот мы у себя в подкасте обсуждали, вы тоже у себя в подкасте обсуждали. Баба Яга. Да, Баба Яга. И никто не сказал такую вещь, что представьте, если бы какая-нибудь русская компания анонсировала игру про Бабу Ягу, каким бы мы какашками закидали бы эту новую? Ну, наверное, такими же, как вообще закидывают Escape from Tarkov. Вот, примерно так же. Да-да, а тут как бы, ох, ничего себе, варушка наша, ох, по Руси прокатится, как здорово, замечательно, все поиграем. Ну, это на самом деле, да, потому что вот есть Ведьмак, который вот как бы признанный, а если выпустить русского нашего Весеслава Чародея анонсировать, то, конечно, много критики. Вот давайте обсудим новость про Snoop Dog, который у себя в Инстаграме запостил видосик, что сейчас я так понимаю, что у Xbox наблюдаются какие-то проблемы на сорваках, и из-за этого, да. А не у всех наблюдаются. И кто бы сказал лучше, вот, серьезно. Слушайте, на самом деле, мне кажется, вообще, это, ну, это же очень крутая тема. От геймеров нужны спикеры, потому что, ну, сладитесь, когда вы ноете на форумах, там, 10 тысяч раз, что все падает, Sony, там, майком насрать, Sony насрать. Но когда выходит такой спикер, известный, все это обсуждают, это круто, нам нужны спикеры. Я считаю, что было бы круто, если бы это стало прецедентом, если бы... What the fuck are you doing? Если бы там, например... Примерно, чтобы спикеры были рэперы, короче. А можно рэперы, а можно не только рэперы. Но кого бы, кого бы вы предложили на должность гейм-амбудсмена? Ох, я не знаю, ну, я... Гордан, мне кажется, смог бы. То есть он бы не играл, но он просто... Кто? Я не разобрал. А, Гордан, играл, но он просто записывал бы периодические ролики и орал бы. Хватит, чтобы сервера падали. Мы покормим вас падалью. И геймпэйт разрушал каждый раз. Да-да-да, с вами просто перекусывал. Не, мне кажется, Харрисон Форд мог бы потребовать остановить конвейер, там, я не знаю. Илон Маск против внутриигровых покупок. Было бы круто, если бы вот звезды присоединялись и отстаивали вот наши интересы. Мы бы за них, может, а если президент, представляете, вот следующий президент России такой, я законодательно региональные цены, чтобы там HTC Vive стоил 200 долларов, чтобы Oculus Rift 100 долларов, голосуйте за меня, и я пошел бы проголосовал. Про кинопоиск просто я давно хотел высказать один тезис, который так нигде и не высказал. Вот это, значит, замечательная история про то, как они пытались перезапустить сервис, да, и все пошло как-то не очень хорошо. Я как-то сформулировал для себя так, что Яндекс иногда кажется слишком интеллигентным. То есть его проблема в том, что он иногда слишком интеллигентно себя ведет. Нужно больше агрессии, да, по-твоему? Мне кажется, иногда, если ты, если ты, как бы, интернет-игрок крупный, то тебе надо иметь немного хорошей правильной наглости. И главная проблема провала кинопоиска не в том, что они сделали там такой-сякой сайт, что они там не допилили какие-то функции или что-то еще не делали. На мой взгляд, главная проблема в том, что они откатили в конце. Я согласен, абсолютно. Это такой прогиб был, такой тупой. То есть, если... Ну, слушайте, эта новая версия, она была не настолько ужасной все-таки. Она была неплохой, она была современной. Она симпатичной, современной, да, там были какие-то функции, там был поиск кинотеатров, там онлайн-деби, можно посмотреть. Он пошел на поводу... Они пошли на поводу у толпы, по сути. И это считаю провалом. Просто классик, реально. Это классика такого менеджмента, запуска таких проектов. То есть, ты не должен прогибаться, ты не должен как бы сдаваться. Ты должен глянуть в свою линию, должен сказать, да, есть ошибки, мы будем исправлять, давайте помогите нам исправиться и так далее. Но, блин, запустить, три дня промурыжить людей, а потом сказать, вам не нравится? Окей, мы просто выбросим то, что мы делали последние полтора года. Янтекс, давайте честно, они проигрывают в прямой борьбе с Гуглом. Ну, они проигрывают мобильный рынок поиска, и они просто пытаются что-то с этим сделать, да? Они запустили... Пытаются сделать, что они могут. Они пытались запустить, собственно, вот эту вот оболочку свою, да, на каких-то смартфонах. Но тут оказалось, что Гугл, типа, не разрешает разработчикам смартфонов это делать. И, как бы, вроде как, это звучит логично, да? То есть, Гугл, его операционная система, хочет разрешать, хочет... Ну, да. С другой стороны, это опенсорс проект. Да, да, но это опенсорс проект, который сделал Гугл. То есть, ну, не изначально... Нет, сама методология опенсорса как бы подразумевает то, что ты можешь прикрутить, что хочешь. Тот же сайный ген-мод, там, и все остальное. Но, например, Android Open Source Project обновляет Гугл, да, и он в конечном итоге владеет этим продуктом. И, как бы, он... Ну, может быть, если чисто юридически... Я не читал все эти, как бы, вот штуки, которые там... Там, скорее всего, должно быть это описано в правах, и как можно использовать, как бы... Да, если это... Что такое опенсорс, и вообще, как все это работает. Ну, возможно, как бы, да, если юридически подходить к вопросу, то, действительно, если ты назвался, там, типа, Open Source Project, там, и какую-то там лицензию включил, то, возможно, ты там... Мне кажется, они на это и опирались, основное, потому что... Может быть, да, может быть. В этом есть логика. Может быть, да, но чисто этически все равно, как бы, это выглядит достаточно странно. Не знаю, мне кажется, вот в этом плане, как бы, с одной стороны, я просто поддерживаю именно Яндекс, то, что он... Именно вот подал такой иск на Google, в том плане, я думаю, что они это все просчитали и, действительно, поняли, что они нарушают. Ну, а кто еще им покажет, если не другая какая-нибудь крупная компания? Вот то, что они нарушают вот эту методологию Open Source, например, в своем... Ну, просто, как они это преподнесли, это вот немного другое. Яндекс, например, не подал же в фаз заявления против Apple, да, потому что за то, что Apple не дает им возможность выпускать на... iOS-смартфоны с другими компаниями, да? Ну, это же бред, они не должны. Ну, да, а что Google должен в Яндекс? Если Google назвал эту систему Open Source, если он прописал и объявил всему там программированному сообществу и вообще всему миру, то, что это система, которая распространяется по методологии Open Source, или как это правильно будет сказать, то он должен отвечать за свои слова. И позволять и конкурентам делать на основании своих Open Source проектов конкурирующих сервисов. Да, потому что это Open Source, именно так. Смотри, у Amazon... Потому что это методология Open Source. Ну, смотрите, с точки зрения крючкотворства, может, это и правильно, но с моральной точки зрения... Мне кажется, с точки зрения справедливости правильно. Почему? Мне кажется, это просто хамство. Ну, мне кажется, это хамство. Нет. Ну, то есть, допустим, я принес конфеты, да, принес их в офис, положил на стол и ушел в свой кабинет. Пришел другой сотрудник, взял эти конфеты и сказал, ребят, смотрите, я принес конфеты. Вот так вот это выглядит, понимаете? Ну, нет, это немножко по-другому. Он взял эти конфеты, унес домой и сказал, вот я вам всем принес конфеты домой. Не в этом дело, но на самом деле именно методология Open Source подразумевает то, что ты можешь делать с этой штукой что угодно. Это то же самое, что с браузером Chrome, там у него тоже, там, пожалуйста, кто угодно делай на этом движке браузеры и совершенно никому ничего не должен. То есть продолжать в любом, это в любом, и те же Linux и все. Это просто исторически шло, это справедливость. Если они говорят, что это Open Source, это Open Source. Если они сказали, что это бесплатная система, которую можно ставить на любые телефоны, а не Open Source, грубо говоря, как-нибудь по-другому это назвали. Но при этом нельзя выпускать сторонние продукты на базе этой системы, то, пожалуйста, конечно, они были правы. То есть продолжать твою метафору, это то же самое, как бы ты приносишь конфеты в офис, и ты ставишь на них надпись «Берите, кто хочет». И потом не нужно удивляться, что все конфеты растаскали, и тебе не осталось ничего. Нет, 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 ты оставляешь надпись «Берите, кто хочет», но приходит мой коллега и говорит «Смотрите, я принес конфеты, берите, кто хочет». То есть технически я всем разрешил брать конфеты, но по сути произошло хамство. Давайте голосовалку в Твиттере. Давайте голосовалку в Твиттере. Видимо, может быть, проблемы какие-то со связью. Я первое, что услышал, вместо «у нас в гостях», у нас косяк Александр Ключев. Прежде всего, наверное, нам было бы интересно с тобой обсудить твое интервью, ну, твою передачу с Германом Клименко. Ты понял, скажем так, ты понял, для чего все это произошло? Ты знаешь, моя точка зрения не изменилась, я и до эфира этого имел свою точку зрения, и до назначения тоже, вообще, когда это еще было не модно. И она не изменилась с эфиром, потому что и не могла, на самом деле, измениться. Герман, я знаю, довольно давно и хорошо, о чем, собственно, говорил в передаче. Ну, как хорошо? Ну, как игрока, условно говоря, как медийное лицо действующего. Мы с ней неоднократно встречались, в том числе и в интервью. Я примерно представлял, что это будет, но, может быть, чуть-чуть не думал, что Герман уж прям выйдет так совсем с палицей наперевес. Мне кажется, до сих пор не было какого-то человека, который был бы таким сводящим-разводящим, таким контактером. Потому что все, что раньше предпринималось, всякие контакты между индустрией и властью, они носили весьма спонтанный характер. Вот достаточно вспомнить ту же самую историю, которую вспоминает Герман. Это то, что делал Генедиктов, главный редактор «Эфа Москвы», когда свел индустрию с Шуваловым, и они обсуждали там этот пресловутый закон о блогерах. Единственное, что я не думаю, что эта роль прям вот такая прям позитивная-позитивная, в том смысле, как это для меня выглядит, я поясню. Вот представьте, вы государство, у вас есть такая большая машина подавления ваших интересов, в общем, сделать, чтобы интернет как индустрия работал на вас и как можно меньше вам мешал вообще. И в плане свободы слова, и в плане налогов, в плане пиратства, я не знаю, ну в плане чего угодно, и в плане информационной безопасности. Вам нужен человек, который бы приходил и говорил в индустрии, ребят, будет вот так, вот готовьтесь к этому. Ждем ваших предложений, но готовьтесь к этому. Окно возможностей закрывается. Вот ты говоришь, что это переводчик с государственного на интернетовский, а у нас блогеряется, что это наоборот, что это переводчик с интернетовского на государственного. То есть, грубо говоря, приходит кто-нибудь там в условный, не знаю, там Кремль, куда-то, не знаю, приносит бумажку, говорит, а давайте там закроем телеграм, да? И в Кремле говорят, сорян, чуваки, ну как бы, наверное, звучит неплохо, но мы не очень разбираемся, поэтому мы что-то не знаем, надо, не надо. А теперь есть человек, который может объяснить, так, ну вот это можно сделать. Да, окей, Герман. И он говорит, да, можно или нет. Я вполне не исключаю и такой возможности, почему нет. Да, ну вот не знаю, как насчет советника, но полемист действительно хороший. Ну, шоу-мэм, я бы так сказал, шоу-мэм. Вот, в общем, всем, кто не слушал, рекомендую послушать запись этой передачи. Можно посмотреть, кстати. Или посмотреть, наверное, да, у вас на сайте есть. Как минимум весело, как минимум весело и информативно. Что это такое? Сорян, я давно не слышал и песни. Пример, да. Пример, да. Пример, да. Сорян, я уже не слышал. Сорян, я же. Ну, это. А, так, так, так. Дальше, дальше, дальше. Привет! Здорово! Отвратительный мужик пришел. Какая для вашего издания главная новость этого года? Важная новость была про поимку наркобарона Эль-Чапо и даже не столько это, сколько я в ленте спустя несколько дней после того, как стало известно, что его в очередной раз взяли. К этому никто, мне кажется, серьезно не отнесся, потому что когда он бежал, подкупив 71 сотрудника тюрьмы, которые вырыли для него проход прямо в его камере, и он на мотоцикле выезжал из тюрьмы под землей, там что-то... Мне кажется, что новость о поимке такие... Не, а как его поймали-то? Да, как поймали. А ты не в курсе? Фильм хотел делать о себе. Вы не в курсе? Короче, да, он хотел делать о себе фильм. И у него для журнала Rolling Stone брал интервью актер Шон Пен. Да, да, да. А ты делаешь новогодние декларации? Чего? Ну, ставишь какие-то планы в следующий год, что ты должен сделать. Разумеется, разумеется. Типа буду приседать каждый раз, когда проигрываю там... Буду заставлять других приседать. Нет, дело в том, что я и так приседаю, поэтому такие планы я не строю. Потому что реально сколько было случаев, типа написал в Твиттере, бросил курить через два дня такой в Инстаграме с сигаретой. Ну, то есть реально, мне кажется... Ну, история моей жизни. Да. Планы – это же не для того, чтобы похвастаться с чем-то, что ты спланировал. Какой молодец! Нет, у меня есть клевая идея! Многие используют это как раз таки, чтобы потом перед другими стыдно, типа, что а вот, ах ты, клевый, пожелал, а потом... Нет-нет, все искренне верят, когда это себе обещают. Просто не получается. Давайте оставим концепции, так сказать, в стороне. Я как раз хотел, я очень хотел написать в Твиттере, не знаю, почему я этого не сделал, что меня, на самом деле, я не уволился с геймбокса, а меня уволили за рецензию на МГС-5. Ну-ка. Да. Да. Ну, расскажи, расскажи, я уж интересно. Нет, короче, вот я просто увидел... Ну, меня никогда не парило и не пугало. Просто, ну, я много, мне кажется, сделал таких вещей за последние несколько лет, которые, в принципе, не должны вызывать сомнения в том, что меня абсолютно не настораживает, не пугает и не вызывает никаких там острых чувств. Реакция сообщества, которые любят палить автора той или иной статьи игре, не у всех хватает на это яиц, на самом деле, потому что периодически в комментариях пишут такое, от чего, ну, становится, ну, плохо, мягко говоря. Особенно нежным личностям. Современная продуктовая именно, поскольку, ну, игровая журналистика, она относится к жанру именно продуктовому, мы не охотимся за сенсациями, да, условно говоря. То есть, что здесь можно? Здесь можно только сделать какую-то, превратить историю в, так сказать, навялить читателям, что это на самом деле важно, хотя ничего такого, ну, то есть, Эль Чапа еще никто в игровом мире не поймал своего, да? Представляете читателям свою точку зрения, описываете ее, приводите какие-то аргументы, желательно делать это искренне, я всегда это делал искренне. И типа, вот, пацаны, дисказ, как это должно выглядеть в идеальном мире. Пользователи начинают обсуждение, приводят там, кто-то приводит доводы в пользу, кто-то приводит доводы против обсуждаемого продукта. И мы получаем большой текст с кучей маленьких мнений, которые там, опять же, востребованы как аудиторией ресурса, так и региональным, как минимум, издателям той или иной игры, потому что, в общем-то, она обсуждается. Что мы видим на практике? На практике в комментариях, если из трехсот, я скажу, двести восемьдесят, я вряд ли сильно ошибусь, написали, что сальников... Вот это для меня было странно. Ну, то есть, я знаю... Добро пожаловать в YouTube, чувак! Нет, это происходит уже в течение долгих лет. То есть, это не сдвинулось с мертвой точки. Ну, в смысле, реакция аудитории? Да, ну, есть масса примеров, когда можно было сличать разницу между реакцией аудитории на западных ресурсах и... Борис... А у нас лайв формат. Руки, руки! Руки здесь, все нормально. Это одна рука, Борис. Вы читаете блог Антона Логанова? Да. Я иногда туда захожу, и он недавно написал как раз в копилку к этому всему, что очень много, так сказать, вседозволенность современного интернета и вообще объем данных, которые получает современный интернет-пользователь, количество рекламы, которую он видит, количество дерьма, которое он качает, удаляет, у него уже попутались все эти самые, как знаете, после там третьей бутылки водки уже все равно, что пить дальше, пиво, коньяк или вино, потому что ты уже в мясо и, в принципе, тебе уже и не нужно, но ты продолжаешь, и уже тебе не до вкусовых ощущений, как бы. И он как раз написал о том, что очень аудитория, скажем так, токсицицировалась, и это во многом свойство именно российского пользователя. Не знаю, почему так происходит. То есть народом недовольны, да, в общем, как всегда. Ты как Snoop Dogg, который ругает Xbox. Ты можешь повторить, что ты сказал Snoop Dogg? Паша, доброе утро! Привет! Привет! Это Паша Фишман, Гиг Спутник, он же наш засланный казачек в Нью-Йорк. А ты же, Паша, вот расскажи, какими ты интернет вещами дома пользуешься вообще, в принципе. Смотри, большинство вещей, которые интернет вещей, это я устанавливаю своих родителей, поскольку ты мою квартиру видел, здесь как бы дотянуться куда-то рукой не так сложно. Высокие потолки, да? Да, высокие потолки и очень близко стены. То есть интернет вещей больше подходит все-таки для домов? Да, давайте дам пример того, что я сделал для моих родителей. Смотри, у моих родителей стоит поливалка умная, которая сама следит за всем, то есть за погодой, когда они дома, когда они подъезжают, поливалка выключается. Газон в смысле поливаться? Да, да, да. Потому что вода здесь очень дорого стоит та, которая для поливания, она отдельно оплачивается. Ну, и в общем, это такого же типа, как Nest, термостат, который у них тоже стоит, который учит твое расписание, знает, когда ты встаешь. Ты его можешь прицепить даже к Fitbit через IFT. Я дома использую Алексу, если я сейчас кликну. Alexa, how's the weather? Alexa, stop! Да, вот я использую Алексу, а она... Это кингловская, да? И я использую Alexa. Это Amazon, да? Да, амазоновская. Она очень прикольная тем, что это именно цилиндр, который стоит, и ты просишь любую... Он такой очень нейтральный по внешности, он вписывается в интерьер. Чем-то, по-моему, кстати, он хаб похож, гугловский, роутер. Да, 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 да. И очень хорошая колонка. Я не знаю, что они сделали с микрофонами, потому что она реально хорошо реагирует. Вот даже на... Если я тихо скажу, она слышит, что я ее зову. Здорово. Что прикольно, что она работает сейчас с IFT-ом. Ну, это IFT-стандарт. Понял. И многие вещи ты можешь автоматизировать через IFT. О, это очень клево. Да, и у них сейчас сделали еще... Они сделали, привязали уже некоторые системы, как Wimo, Белкина, еще там несколько систем привязали, которые уже как бы... Он может с ними напрямую работать. И они также открыли небольшой магазинчик. Там еще ничего такого интересного нет, и все бесплатное. Но туда могут как бы... Они это называют как skills. То есть люди могут разрабатывать разные вещи. Например, я могу ее спросить, там, Alexa, и сказать... О, она зашлась. И сказать wikipedia, и там такой... Какой-нибудь термин. Она мне прочитает коротко с wikipedia. Alexa, stop. Потому что ты в речи употребил ее. Да, да, да. И она может использовать... Там, например, есть приложения, там, шутки про кошечек. Ты можешь там... Ну, то есть люди разрабатывают какие-то приложения. Их там еще не так много, но... Ну, прикольно, что они так развивают именно вокруг все, да? Саму экосистему. Amazon вообще, как я уже говорил, делает много интересных вещей. У меня недавно была такая смешная штука. У меня есть такие кнопочки. FireFone? Бадон. Нет, нет. Такие маленькие эти... Как они называются? Кнопки? Dash, да, кнопки. О, про них говорили. Я ее заказал. Она мне валялась. Я ее долго ничего не подключал. А потом я ее взял, подключил и бросил в туалете. Я купил просто так любую, которая была. И там были... Они называются baby wipes. Это как влажные такие салфетки для... Влажная туалетная бумага. Да, да, да. Как такая, да. И она идет в таких коробках. Я ее оставил, что-то убежал куда-то. А потом через пару дней приходит в целых ящиках. 450 штук пришел такой ящик. Я такой... Как такое могло случиться? Я такой говорю... Лада... Ну, мою жену говорит... Ты что, да? Она говорит... А, да. Там что-то в туалете валялось. Я понажимал. Ничего не включилось. И она пришел ящик. Теперь у нас 450 салфеток дома. Ладно. Офигеть. Она говорит... Что-то лежала. Кнопка я понажимал. Ничего не включилось. Давайте, наверное, на такой классный перейти. Все, наконец. А сколько процентов? Процентов заканчиваете. У меня процентов мало осталось. У меня 4. У меня 4. Все, надо заканчивать. Ну вот, как раз, да. Нормал. 18 часов 54 минуты. Honor 5x, кстати, надо сказать, держится. Молодцом. Спасибо тем людям, кто умудрились посмотреть. И тем, кто посмотрит запись. Я надеюсь, они будут. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes. В RSS. В подкастоприемниках. На инстаграмы. На инстаграмы. Вот. На канал Паши. Подписывайтесь. Да. На всех, кто сегодня был. Это все очень клевые ребята. Мы их отбирали. То есть, не просто так это. Не люди с улицы. Не рандомные. Не пальцем. Не рандомные, как ты говоришь. Да. Чтобы закруглить. Ты закольцевал, да, сейчас все это прекрасно? Да, да, да. Да. Спасибо. Спасибо. Я, наконец-то, был причиной хоть один раз проснуться утром рано. Можешь дальше спать ложиться. Да. Алекса, включи успокаивающую музыку. Да. С вами были Илья Рябов, редактор сайта «Дроидер», Валерий Истишев и я, Борис Итянский. И два Honor 5x, которые дожили. Которые дожили до рассвета. Дожили до рассвета. Фактически. Все. Всем пока. Ехей. Воу. Ну все. Время сколько? 19.02. И это было тяжко и достаточно круто. Бум. Спасибо, что посмотрели это видео. И подписывайтесь на канал. Полную версию выпуска можно посмотреть по ссылке. Это большое семичасовое видео. Если у вас есть столько терпения, то можете это сделать. Были интересные гости, были интересные темы, было достаточно круто. Я пошел есть пельмешки. Как видите, две груши я по ходу дела использовал и утилизировал. И спасибо смартфону. Напомню, мы вещали и связывались через Honor X5. Еще осталось 3%. Мне очень плохо, можно еще вызвать скорую помощь, если вдруг я отрублюсь пока пойду за пельмешками. Спасибо. Это я уже говорил. Короче говоря, до встречи в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok